Привет! Мы в гостях у Марины Афрамеевой, и сегодня мы узнаем, сколько стоит ее шмот. Привет, Марина! Привет, Оль! Откроешь секрет, сколько стоит твой шмот? Еще бы! Давай считать. Самое дорогое на лошади у меня седло. Седло Блиссов Лондон, стоит примерно 450 тысяч. Английское седло, специальное под заказ. Это комплект Вольтрапа. Вольтрап и нагавки. Цена примерно 25 тысяч. У меня еще такого нет. Да, это новая коллекция. Так, короче, оголовья. Оголовья бывают разные абсолютно. Есть супер-мега дорогие, примерно в 120 тысяч рублей. Это стоит 30-ку Монисидна, что-то. По лайту так, да? Да, ну потому что он еще на подготовке, если он убежит и что-нибудь порвел, 120 как бы жалко. Трензель примерно 12 тысяч. Монштук, она сделана на заказ десятка. Конечно же налобник с кристаллами. Ну, примерно 4-5 тысяч. Гоню, мы разобрались. Что касается твоего лука, рассказывай. Так, значит, на мне каска. Стоит примерно, значит, каска 70. Не, 70-100. Кофта 12 тысяч 15. Бриджи-двосадку. Самые дорогие сапоги. Сапоги это просто супер, можно сказать, атрибут спортсмена. По сапогам ценится, насколько он крутой. Поэтому я без сапог. Вот эти сапоги стоят 80. А фирма? Это Целерис. Сапоги португальская. И расскажи, пожалуйста, про своего боевого партнера. Что это за машина такая? Сколько он стоит? Откуда он? И что умеет? Значит, это лошадь, привезенная из Испании непосредственно, из известного очень конного завода Центурион. И на данный момент эта лошадь стоит испанской породы около 80 тысяч евро. Большоприездная, хороший учитель. Характер, наверное, тоже золотой, как и цена. Вообще обалденно. А яйца большие какие? Просто. Забираю прямо сейчас. Итого, по нашим скромным подсчетам, на Марине 221 тысяча рублей. Амуниция на лошади 547 тысяч рублей. И стоимость самой лошади 7 миллионов 100 тысяч рублей. Марина, откуда бабки? Марина! Подарили? Подарили? Стоит ли оно того, Марина? Конечно, это такое удовольствие, поверь мне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова